Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 октября. Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец. В миру Иван Железо. Родился в середине XVI века в Покутие, в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорицкий монастырь. А на 12-м году жизни принял монашество. С юности преподобный Иов был известен величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана. Около 1580 года по просьбе известного поборника православия князя Константина Острожского он возглавил Крестовозвиженский монастырь без города Дубна и управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на православие соцарных католиков и униатов. В начале XVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители славной своей чудотворной Почаевской иконой Божьей Матери. Братья обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями. Сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря. Принимая деятельное участие в защите православия и русской народности, преподобный Иов присутствовал на Киевском соборе 1628 года, созданном против Вунии. После 1642 года преподобный Иов принял великую схему с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на целую неделю. Иисусова молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца. По свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова до Сефея. А однажды во время молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после 50-летнего управления Почаевской обителью. 8 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Продолжение следует... Продолжение следует...